ребят 23 марта вот такая погода на улице минус 7 градусов караул ночью так сильно мило и вообще вот у нас сообщение вчера пришло что на карелию надвигаются метели а мы весны и ждем а у нас сугробы как снег сильно идет 70 минут мы с вами пробежали дистанция у нас 13 сегодня 508 калорий сожгли привет девчоночки мои любимые и мальчишечки если кто-то смотрит непослушная я пациентка скажем так не смогла я сегодня без зарядки я уже как наркоман без наркотиков хоть и доктор доктор мастер вчера сказала что зарядкой не занимайтесь чтобы не потеть но я вот одела повязочку старалась аккуратненько чтобы под никуда не подтекал и 70 минут с утречка пробежала и вы знаете что я заметила я заметила что утром утром днем бегать намного проще чем это делать вечером вечером все равно уже какая-то такая тяжесть ленивость я конечно иду но вот утром вообще незаметно я проснулась потянулась побегала сейчас пойду завтракать на завтрак у меня будет сегодня овся на блин сыром сварю себе свеженького кофейку погода у нас ребят вообще нелетная со вчерашнего дня метет и метет и вообще ожидается что карелию заметет метели не знаю как долго это будет утром проснулась окошки открыла все в снегу трактора то и дело ездят туда обратно чистят дорогу чтобы хотя бы автобусы городские но и транспорт кому на работу могли проехать так что такие дела всем замечательного четверга прекраснейшего вам настроения это тоже тут у меня дерет хулиган сейчас покажу вот так вот взял зацепился за занавеску и дерет то ли подожди 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 вот такой вот талян видите как он хулиганит поэтому не могу вешать повесить длинные занавески потому что ничего от них не останется вот такие у нас коротенькие вышла на балкон чтоб вы видели и даже не думает заканчиваться наша метель вот так вот завтра пятница завтра у нас с вами будет разгрузочный день пока еще не на не решила на чем если ребята сегодня в такую погоду захочется выйти в магазин то куплю свежего молока и заварю в термосе молока чай литр молока и вскипячу прям вот горячего горячее молоко кипятится всыпается туда зеленый чай заварка то ли с ума сходит и немножечко так заваривается и пьется в течение дня ну а если я поленюсь идти за молоком то тогда ребятушки будет у меня разгрузочный день на кефире в общем утро вечера мудренее слоник видите носится туда-сюда туда-сюда неугомонный хорошо вот вроде как минус 7 ну я бы сказала тепло балкон у меня постоянно на распашку открыт и толюшки теперь раздолье носится тут замерзнет и вперед туда-сюда туда-сюда все пойду мыться надо сегодня аккуратненько вот так голову наклонить и помыть потому что ну уж пять дней с ним этой головой никогда не ходила это будет перебор все всех целую ребятушки берегите свое здоровье берегите себя пусть у вас будет все хорошо пусть у вас будет прекрасное настроение всем пока пока обязательно увидимся сегодня завтракаю чуть пораньше в 11 27 на завтрак ребята у меня половина вся на блина внутри сыр два мандаринчика и чашечка свежеваренного кофе с молочком приятного аппетита девочки я по-домашнему вышла к вам на минуточку позавтракала все хорошо она умыла сама голову наклонила старалась аккуратненько но все видите на месте я хотела ответить на некоторые из ваших вопросов по поводу перманентного макияжа вы вчера спрашивали сегодня вот некоторые задаете вопросы лена больно ли это нет ребята совсем не больно мастер делает анестезию анестезия виде геля гель наносится и через минуточек 10 мастер приступает к работе процессе своей работы она спрашивает как вы себя чувствуете чувствуется ли у вас там пощипывание покалывание если вдруг у вас какой-то дискомфорт то мастер анестезии добавляет работает вдруг с другой бровью в общем вот так происходит процесс точно также с межресничкой межресничка чуть побольнее но даже даже больнее слова не назвать чуть неприятнее если брови я практически вообще не чувствовала то вот межресничку когда проводят только первый слой вот тогда ощутимо да знаете такое ощущение как будто вот какие-то микротоки проходят таки после наносится второй раз анестезия и уже практически вообще ничего не чувствуется лежишь она ведь глаз может подергиваться это все нормально вы не переживайте но конечно мы же у нас есть чувство самосохранения и когда нам что-то там тыкает то конечно мы это подергиваем но мастер придерживает вот так вот наши века чтобы она не сильно прыгала что было ровненько в общем мне очень понравилось мастер такая скрупулезная тщательная много раз вот я лежу-лежу она работает работает присядьте вот я села посмотрите так посмотрите так что-то там дорисует что-то там все линеечкой проверит в общем очень тщательно очень аккуратно внимательно так знаете заботой атмосфера такая в помещении такая знаете благоприятная такая хорошая аура очень удобная кушетка укрыли меня пледом приятная музыка в общем ребята получила я релакс и вот все все мне хочется сказать доктор мастер сказала что сегодня да она ведь завтра у вас могут быть покраснение при пухлости не пугайтесь этого в течение двух дней сохраняется но я сегодня проснулась у меня все превосходно ребята никаких покраснений нет и если вчера вечером немного неприятно так чуть чуть больновато было закрывать глаза то сегодня я утром проснулась все как будто бы так и было вообще никаких ощущений ничего не больно все отличненько все очень нежно все очень мягенько даже не верится что будут какие-то корочки потому что сейчас все очень гладко как будто бы вот мои родные брови в общем поживем увидим сказала она что на четвертые пятые сутки посмотрим может быть мне опять тоже пришел талян иди поздоровайся иди иди с девочками поздороваемся иди скажем здравствуйте скажу мама ты меня не на стол уже у нас сегодня круминг ребята был мы столенькой фурминатором сегодня шерстку чесали целый клубок такой ну поменьше конечно я преувеличиваю клубок такой начисали потом я его влажным полотенчиком протерла чтобы всю шерсть собрать и вот он еще пока что у нас мокренький сам себя моет сушит так что то ленька сегодня принимал тоже приятные процедуры ему чесаться очень нравится у него ваши глазки закатываются он урчит он этими лапками вот так вот так в общем парень очень счастливый ой ему очень нравится он это на спинку так ляжет мне пузико своего свое вывалит я его чище шейку так в общем у пацана сегодня был релакс вот так что девочки не бойтесь пробуйте особенно тем кто не умеет краситься вот девчонки да мы разделились на два кто-то за кто-то против конечно же кто умеет кто сам себе визажист я тем завистью белой завидую те большие молодцы девчонки я всегда восхищаюсь когда иду по улице или вот где-то там на ю тубе смотрю до девчонок которые очень красиво умеют краситься которые понимают в какая какие тени подойдут какие стрелки нужно в общем это очень красиво но когда руки растут не с того места вот я говорю почти до 48 лет не будет в этом году краситься я так и не научилась я очень рада что есть такие девочки которые из любой какашки сделают конфетку вот так вот так что не знаю я результатом довольно так еще вы спрашивали сколько держится перманентный макияж перманентный макияж ребята держится от полутора лет до двух и коррекция всего один раз на межресничку коррекции нет она должна два года продержаться а брови делаются один раз через месяц и последующий раз если вам хочется можно прийти через два года и будет это называться уже рефреш рефреш это добавление цвета он стоит уже ребята дешевле если вы пойдете к одному мастеру к тому же да то рефреш будет стоить 3 ну конечно я не знаю какие цены будет через два года но вообще всегда перманентный макияж когда идешь впервые он дороже а когда идешь уже через два года на добавление цвета он идет намного дешевле как бы не намного дешевле вот сейчас брови стоят 5000 а рефреш стоит 3000 вот так стрелка вот не помню сколько стоит так что я желаю вам найти своего мастера чтобы вы тоже стали красивыми кстати мастер мне еще предложила поработать ой простите вот воздух постоянно выходит поработать с губами на год мне форма ваших губ нравится форма хорошая но говорит у вас очень холодный оттенок губ они у вас синевой я замечала что у меня губы синевой вот такие вот губы у меня сейчас просто бальзам для губ нанесен прозрачный чтобы не трескались вот я вот это уже тогда покупала бальзам корейский мне очень нравится вот бутылечек маленький-маленький такой розовенький бутылечек сейчас покажу вот он такой прям кроша крошат уличный я когда получила начале так расстроилась думаю ой такой маленький но этого бальзам чека вот я уже видите сколько там выбрала его надо прямо капельку капельку прям вот совсем совсем на кончике ногтя вот так чуть-чуть и на губы ой ребята как он мне нравится этот бальзамчик я вот тогда дома и даже перед сном могу вот нанести у меня за весь год губы вообще не трескались очень классная вещь всем советую вначале не советовала потому что и был не опробованный вот такая вот здесь даты до какого год на классная корейская не помню сколько стоит ну по акции я брала по моему 140 что ли рублей но идеально мне вот прямо очень-очень нравится губки всегда такие свеженькие ну да ладно ушла в другую степь и вот она говорит у вас очень холодный оттенок губ такой говорит прямо синевой надо я бы форму и объем менять не стала она ведь я бы добавила теплоты к вашим губам чтобы было красивее вот образ был бы уже совсем не тот так что поживем увидим посмотрим все ребятушки так и продолжает мести ой на весь день сегодня у нас такая погодка посмотрим что будет завтра все ребятушки носим прощаюсь с вами увидимся завтра на нашем с вами разгрузочном дне